напоминаю вам о том что работа по созданию базы канала продолжается если вы хотите принять в этом участие то соответствующие реквизиты вы любым из доступным вам способом можете увидеть в описании к каналу также если вы не можете помочь материально ну то есть кто сколько может скажем так то вы можете помочь каналу если не будете пропускать рекламу просматривать ее до конца и ставить лайки привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост его автор и ведущий олег ну и соответственно мой хвост акбар сегодня был поднят в группе вконтакте такой вопрос можно ли давать собакам кости и у нас там спор с одним человеком произошел ну даже не спор скажем так я предпочитаю не спорить на эти темы давайте просто отвечу свое мнение можно ли давать собакам кости мнение на этот счет существует очень много то есть как бы в природной среде где-то кто-то когда-то значит дает кости точнее собаки сами добывали они что-то грызли там волку кто-то выбирает мясо отдельные ли не выбирает ваша домашняя собака она как бы не волк который живет в природе причем тем волки которые погибают от того что они нажрались кости вы их не видите да то есть и тех же дворовых собак которые от того что у них там произошла закупорка какая-то вы их не наблюдаете потому что они как бы естественным отбором отбираются вот тавтология конечно такая получилась меня но там работает естественный отбор вы домой купили себе собаку заплатили там какие-то неимоверные деньги и даете собаки кости вот на своем опыте я вам скажу что вот акбара я мне пришлось вытаскивать из этой ситуации то есть у нас там конкретно произошла собака нажралась костей произошла закупорка и операционное вмешательство только спасло мою собаку и когда я приходил на съемки к ветеринарному доктору а причем ветеринарный доктор который участвовал в наших передачах он является как бы хирургом полостным хирургом то на столе я у него очень часто видел такую вот ну беретка или как он там называется такая емкость который очень много инородных тел в том числе и костных остатков из-за которых собственно говоря ну приводят животных потому что там проблемы и он спасает и вытаскивает вот эти вот не переваренные осколки костей то есть кости сами по себе там существуют споры какие-то вообще непонятные что они чистят зубы там да и так далее ну как может твердый вот посмотрите старую собаку да посмотрите на ее зубы которые вот живет где-то на улице они все сточены а почему они сточены и потому что она грызет постоянно эти кости то есть ничего хорошего кости сами по себе ну кроме того что там костная мука там и так далее там витамины какие-то минеральные вещества но это вы все даете с сухим кормом все это получает собака у вас с полноценным рационом вашего кормления поэтому еще такой маленький пример приведу вот когда я работал в цирковой системе у нас были там как бы вот я работал с медведями с морскими львами да и даже медведю вот мы брали морковку мы ее чистили ну как не чистили прям ножом как 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 столовой до брали щетку мыли каждую морковку и верхушку и и жопку мы срезали потому что там основное накопительство нитратов это делали мы не не потому что там ну чтобы медведь и мы лишаем там чего-то это партнер нам было жалко животное собственно говоря рыба которая морскому льву вот он он жрет эту рыбу да там где-то в морской среде и ничего страшного с ним не происходит да опять же естественный отбор работает малейшее механическое повреждение куда могли попасть бактерии какие-то да и там развиться инфекция в результате хотя там ph желудка намного выше чем у человека ничего бы сто процентов не произошло но мы заботились о своих животных да там если отрезанная голова у рыбы то вырывали и хребет чтобы там не 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 произошло какого-то травмирования там пищевода то есть вот такой степени заботились о животных потому что это наши партнеры это артисты цирковые были поэтому я не рекомендую не рекомендую давать кости собакам по одной простой причине что может произойти вот такая она может и не произойти но может и произойти для того чтобы исключить вот этот факт какого-то риска вообще собственно говоря чтобы он не присутствовал у вас чтобы знали что вот именно с этой стороны то проблемы никакой у вас не возникнет вы кормите собаку полноценным рационом кто-то кормит готовыми кормами кто-то кормит натуральным кормлением высчитывает сидит количество минеральных веществ белков там и так далее вот но все в достатке собака если вы хотите дать какое-то лакомство животному но пойдите в зоомагазин купите какое-то другое лакомство либо просто это чистое мясо какое-то дайте вот это будет лакомство да а вот это вот косточка как бы я считаю что не нужно рисковать своим животным и как бы потом своими собственными нервами то есть вы тратите деньги вы тратите нервы животное может погибнуть поэтому заботьтесь о своих животных своих собак дорожите своими взаимоотношениями не давайте кости но опять же каждый выбирает для себя женщину религию дорогу поэтому я вам порекомендовал а ваша собственно говоря право давать или не давать уже тут я настаивать не могу с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег заслужите доверие заслужите уважение и у вас все получится спасибо молодец хорошо хорошо